наверное часто заслышишь эти звуки последнее время ну и часто наблюдаешь людей которые также делают в общем привет сегодня мы с тобой поговорим о том что происходит в мире я не знаю вполне возможно что это видео и забанят за то что я скажу за свою правду которую я узнал и которую я хочу рассказать в первую очередь мы сегодня будем созваниваться с разными странами с моими знакомыми с друзьями с товарищами из разных стран из разных городов и будем выяснять у них как обстоят дела на самом деле потому что например я лично понял то что нам показывают по телевизору то что пишут в интернете это что максимально сейчас форсит сми это полная хрень в реальности дела стоят совершенно по-другому я уже примерно неделю нахожусь самоизоляции в принципе как бы у меня ничего не подтвердилось как вы понимаете то есть у меня нету вируса этого но вы слышите что у меня хриплый голос но это как бы нормально да это я и поорал немножко и постоянно стройка у меня идет сейчас то есть грубо говоря я как многие из вас знают может быть кто-то не знает сейчас узнает я живу в доме мы по территории своей можем спокойно перемещаться то есть внутри забора так сказать вот я вот допустим занимался там строительство но в общем есть развлечение есть чем заняться скучать не приходится там вот то есть в принципе постоянно в какой-то движухе ну что же немного о том чем же я все-таки занимаюсь за это время пока я нахожусь здесь у себя была построена вот эта теплица собирали все вот и и совсем скоро будем уже здесь сажать всякие помидоры с огурцами причем сам без скажем так услуг специалистов смог собрать вот такую вот теплицу вика посадила малину кусты ну и так по мелочи собственно возделываем землю убираемся потихонечку все делаем строим вы кстати если ты хочешь полный обзор вообще дома прилегающей территории что у нас тут как у нас тут пиши в комментарии ставь много-много лайков рассказывает друзьям потому что один хер делать нечего скучно и все-таки хоть будет какой-то интересный контент так расскажем по большому счету самоизоляция но честно говоря как бы ну спокойно мы живем несколько раз по моему два раза до два раза получается я выезжал ну один раз за продуктами другой раз за всевозможными там удобрениями прочей гадостью ну и собственно я решил в связи с этим думаю сниму видосик и покажу то есть как обстоят дела у нас в тольятти и под тольятти то есть но насколько люди реально двигаются боятся не боятся но самое что удивительное я охренел ребят вот эту неделю которую дали всем неделя самоизоляции так сказать люди восприняли как выходные вот серьезно просто куча людей там на набережных куча людей еще где-то собственно ребят вот чтобы вы понимали что происходит на пляже то есть на набережной просто куча людей и люди глупые решили что это просто им дали выходные все поперлись на набережную все тусуются гуляют он горячая кукуруза блин коктейли пиво все бухают тусуются это это просто это жесть у всех все нормально толпами реально прям вот смотри нам горит вирус не страшен мы долба давай выдохнем сейчас я отвечу на самый частый вопрос как поднять бублица все просто сайт apx заходишь регистрируешься носишь депозит играя приумножаешь свое бабло и выводишь прямо на карту сейчас я покажу как это делается я делаю ставку 900 рублей и нажимаю начать игру так приумножаем приумножаем забрать досрочно ты стал свидетелем того как я выиграл 600 рублей буквально за один клик пробуем вывести деньги 1600 рублей выводить я буду на киви кошелек делаем выплату и так срок выплаты от минуты до трех банковских дней по вам практически сразу и так вот она выплата прошла успешно все деньги у меня на киви кошельки также на сайте ты можешь посмотреть отзывы реальных и живых людей кстати у apx есть кэшбэк это почти как в банке чем дольше ты хранишь деньги на своем счету тем больше бонусов ссылочка для тебя остается в описании переходи регистрируйся и получай бонус до 5000 рублей то есть в принципе в городе да немного меньше машин до меньше торговые центры позакрывали и так далее но при этом люди идут в лес жарят шашлыки бухают угорают я к сожалению не снял то есть был момент я проезжал мимо магазина где продают алкоголь и там просто была куча людей они прямо около магазина сидели курили кальяны прибухивали то есть там мы не знаю человек наверно 15 прям такая тусовка что-то все смеялись угорались ребят вообще думаете честно очень интересно кстати твое мнение что ты думаешь вообще по всему этому поводу ты пиши в комментарии я потому что их читаю и с радостью как бы почитал бы и может быть с кем-то подискутировал даже пообсуждал бы то есть по переписывались комментариях так что пиши комменты будем как бы это обсуждать с первого числа у нас в городе тольятти произошла скажем так именно официальная движуха то есть сделали официальный запрет на выход из дома при этом вот знаете тоже двоякая хрень у меня в голове то есть нам сказали что это самоизоляция но при этом ты из дома не можешь выходить без справки без бумажки то есть если у тебя нету справки то ты уже то есть попадаешь типа на штраф получается так но это что за жесть как как можно так сделать высокий оплачиваете все полностью оплачиваете счета ладно окей да я живу в своем доме у кого-то есть кредиты у кого-то есть ипотеки у кого-то еще что то есть там дети да все что угодно их при этом ты типа должен сидеть дома многие люди как ну как бы все понимают что кто-то работает сам на себя кто-то подрабатывает где-то кто еще что-то но все должны теперь сидеть дома никому выходить нельзя все всем жопа но при этом скажем тогда действительно улицы сейчас опустили но все равно люди там магазинах сейчас уже более серьезно начали воспринимать сейчас уже более серьезно начали затариваться вот и то есть но в магазинах люди есть это видно по машинам по количеству машин то есть я вам говорю выезжал смотрел вот и сейчас вот видосик посмотрите то есть это реально как будто апокалипсис просто совершенно пустая дорога по сути как бы будний день реально выглядит это как апокалипсис вообще ни единой живой души нет про собачка пробежала просто вообще нет людей посмотрите на это капец просто это охренеть ну что же долгая предыстория на самом деле хотелось бы рассказать и показать мы созванивались с литвой мы созванивались с киевом с украиной и мы созванивались турции с городом анталия ребят честно вроде паники нет да ладно что я говорю просто сами послушайте и посмотрите что говорят люди они сняли видео в которых они показали что там происходит и как там происходит пожалуйста смотрите 9 марта 2020 года киев центр все магазины все кафешки и другие места в которых не продают продукты и не является аптекой все закрыто меня зовут артур живу в городе киеве ну скажу так что обстановка у нас не настолько напряженная как за рубежом европе но не настолько легко как допустим москве да я смотрю и общаюсь людьми которые да не настолько более психически относятся в плане допустим карантина то у нас полностью перекрыты все возможности передвижения по городу то есть вначале перекрыли метро потом на самом деле вот то что в россии у нас говорят что так и сяк в киеве перекрыли метро и общественный транспорт это правда но это понятно но у вас эти меры предприняли нет нет у нас нет у нас еще не перекрыли у нас говорят что перекрыли в киеве метро и общественный транспорт вот и просто ну я честно говоря сейчас не верю особо сми нет на самом деле в плане транспортного перемещения всего остального Ну, полная жесть, потому что, когда перекрыли метро, это полностью кроменосная система города. То есть, допустим, Киев делится на левый берег, на правый, да, и чтобы добраться туда своим ходом, но это нереальный квест для неподготовленного человека. И поначалу обещали, что будут работать маршрутки и троллейбусы. Да, действительно, поначалу они поработали дня три, после этого начали запускать людей только в масках и только не больше десяти человек в троллейбус или маршрутку. Я ради интереса пошел в магазин, и люди настолько ебанулись на фоне этой гречки, что у нас магазин сетевой просто пять полок под гречку тупо отдал, короче. То есть, гречки столько, что, ну, люди столько не купят. То есть, даже на панике настолько подготовлены были к этому магазину, и все продукты, которые люди фасовали вручную, посетители, все это расфасовали вручную сотрудники магазина, и стоят очередя в магазины. И лично мой взгляд на это очень такая жесткая ситуация. Поэтому сидите дома, ребят, смотрите фильмы и занимайтесь творчеством. Ну, в общем, живу я в Литве, в портовом городе, в Квайпеде. И вот, если честно, из-за коронавируса застоял музей, а то в феврале, кстати, блин, прикол. А вообще ты постоянно путешествуешь, получается? Так, да, я постоянно куда-то езжу, и по работе, и не только по работе. Ну, не сижу на месте. Нравится мне познавать мир, общаться, познакомиться с новыми людьми. И как бы вот... Слушай, ну, для тебя-то, наверное, это совсем актуально. По сути, прям рассадник коронавируса, где только не шарахаешься. Ну, можно сказать и так, но с того времени, когда это все так официально пришло, как бы приходится сидеть в одном месте. Все же, границы закрыли, никуда не выйдешь. Я же собирался, еще в Калининград пытался уехать. Еще это было 13, да, 13-14 марта. Пятница, суббота. И мне сказали так, если ты в воскресенье 16-го до полуночи не возвращаешься, мы тебя просто не пускаем. Я говорю, я не знаю. И говорят, ну, тогда и разворачивайся, и езжай обратно. А вообще, а вот правительство в новостях что говорят? Я сильно, если честно, в них не вникаю, да, так, чтобы там не слежу. Но вот то, что до меня доходит, то, что я вижу периодически, все равно, все плохо, сидите дома, никуда не выходите, гарантируйтесь. То есть, если у вас есть там взрослые родители больше 60 лет. А, у них сейчас последняя муля была какая прикольная. Прям официально. То есть, люди, которым, не важно, мужчина, женщина, больше 68 лет. Если они вдруг, какие-то у них есть предрасположения на коронавирус, их просто в больнице не будут принимать. Типа, лечитесь сами дома или умирайте. Вот так. Естественно, это было. Город, получается, у вас сейчас пустой. Ну, собственно, вот, ребят, сейчас вот будет видео. Посмотрите, вот просто Денчик для нас снял. Вот, посмотрите. Стояли днем, когда солнце светит, никого. В море раньше было много людей, парковка вся забитая, проезжаешь там, никого нет. Ну, всех разгоняют, говорят, сидите дома, ребят. Не лазите. Ну, хотят, чтобы все сиделись пару недель, а потом посмотрим, что будет. А у нас то же самое. 3000 евро с шрафа, если ты в магазин заходишь без маски и перчаток, если повторно 2-3 раза, год тюрьмы. Охренеть. То есть у вас уже ввели именно настоящий уголовный срок, если ты без маски и без разрешения. Да, да. И в трех вот словах еще просто скажи в целом свое мнение, вообще свои прогнозы. Как ты думаешь, насколько быстро все это пройдет, закончится? Просто тупо твое мнение, глядя на именно ситуацию в своей стране. Я так думаю, что этот год будет сложным и до сентября ничего не поменяется. Собственно, друзья, вот мы связались с одним из наших друзей. Привет, Кость. Как жизнь, как дела? Лучше всех. Карантин, сидим дома. Ну, это отлично. Расскажи, пожалуйста, где ты находишься сейчас? Турция, город Анталия, поселок Белек, скажем так. Говорю, как есть. Отели закрыты. Работает всего 2-3 отеля на всю территорию. Магазины продуктовые открыты. Все полностью работают с 10 часов до 8 вечера. В магазин впускают по 3 человека. В магазинах продукты купить изобилие. То есть, как всегда, все есть. Полки не пустые. Люди ходят в масках. Людей очень мало. Похоже на фильм из зомби-апокалипсиса. Машины не ездят. Мы все сидим дома. По улицам катаются машины полицейские. Говорят, по необходимости старайтесь на улицу не выходить. То есть, в принципе, как во всем мире, вот через вот эти граммофоны, да? Они говорят, что, ой, ребята, не ходите никуда сидите дома. Да, граммофоны тоже. Ну и катается полиция прям. Людей забирают. Свыше 65 лет до позавчерашнего дня забирали всех. То есть, если человек, дедушка, бабушка идут по улице, подъезжают полицейские, машину завозят домой. Вот. С сегодняшнего дня запрещено вообще выходить всем. Вот. На рынке продуктовом людей нет. Каждую своду здесь рынок. На рынке продуктовом людей нет. Дотрагиваться овощи, фрукты, то есть руками брать нельзя. На данный момент, вот буквально час назад общался с товарищем, он военнослужащий. То, что показывает новости, это все сказки. 9800 человек, по-моему, уже заболевших в Турции. И 131 человек умерших. Это только в Турции? Это только в Турции. Ну, по новостям такого не говорят. Ну, понятно. Я понял. Погода хорошая, приезжайте. Да, приезжайте, но останетесь у нас, пока вирус не закончится. Без проблем. Я понял. Очень интересная ситуация сейчас происходит в Самаре. То есть, в Тольятти такого не замечено. В Тольятти единственное, что я заметил, то, что в некоторых местах стоят просто патрульные машины. Допустим, я живу в пригороде. И у нас постоянно от города вот эта дорога, она по сути одна. И постоянно стоит патрульная машина на стекле, на переднем вот такая вот здоровая камера. И сидят просто два служащих, скажем так, закона. Вот. И они, то есть, они никого не останавливают. Они ничего не делают, они просто сидят. И, как я понимаю, то есть, это все просто тупо фиксируется на камеру. Но, опять же, были разговоры въезд-выезд из города, перекроют, перекрывали. Нет, этого нету. Касаемо Самары теперь. Касаемо Самары, сегодня мне скинули фотографии. Я, честно, я не знаю, что об этом думать. Но на фотографиях изображена просто колонна военной техники. Чуваки с этими пулеметами. И вот начинаешь думать, блядь, окей, коронавирус. Там какой-то, да неважно даже, вирус какой-то, какое-то заболевание, да. Нахера гнать в город военную технику. Да, окей, там потом пошли какие-то по пабликам. Я начал искать информацию, что это такое, зачем, почему, для чего. Может быть, кто-то вот оттуда, кто реально это видел, кто в курсе этой ситуации. Вы, как бы, может, есть какие-то там видео или пруф, или еще что-то тоже скидываете. Интересно просто. Я хочу максимально рассказать людям о том, что происходит. А вы вот ради прикола знаете, для чего люди покупают туалетную бумагу? Да, можно предположить, что, ой, все просто от страха срутся, там, я не знаю, дрищутся и так далее. Но нет, сейчас я вам расскажу. Изначально, это, естественно, как сами понимаете, пошло от китайцев. Они начали покупать эту бумагу тоннами. Ну и, как бы, все остальные страны начали смотреть, о, они закупают. Значит, это надо, стадное чувство, стадный инстинкт. Да, я понимаю, как бы, у меня у самого такое бывает срабатывает. На самом деле, китайцы носят с собой рулон туалетной бумаги для того, чтобы контактировать с поверхностями. Элементарно ты заходишь в лифт, ты отрываешь одну, один квадратик этой бумажки, нажимаешь кнопку, тут же выкидываешь эту бумажку. Тебе надо там открыть какую-то ручку. Также берешь бумажку, тык-тык, все очень просто. Но зато русские натарили, блядь, по сто пачек этой бумаги и теперь сидят на этой бумаге. Я не знаю, там кто-то обматывается, вот кто-то там в тиктоках уже начал всякие приколы снимать с этой бумажки. Просто реально люди не придумывают и не знают, куда ее деть. Касаемо ситуации в Москве, на самом деле, очень интересно. И мне бы хотелось реально понять и узнать, как там, блин, есть на самом деле. Поэтому, кстати, тоже пишите, кто живет в Москве. А у меня, как бы, большинство подписчиков из Москвы пишите, что и как там дела обстоят. Потому что элементарно с одним человеком я созваниваюсь, там начинается паника какая-то. Там, ой, все, капец, въезды-выезды перекрыли, все, жопа, все, ааа, там, военные практически. Но с другим человеком созваниваюсь, он говорит, да ладно, все нормально, как бы, вот я в пробке, говорит, стою, там, еду куда-то по работе, то да все. Вот, я вот этого до конца не понимаю, но при этом я могу точно сказать от проверенного источника. Есть в Подмосковье город Талдом называется. В этом городе есть больница Талдомская. Вот, и самое, что удивительное, всех больных из Талдомской больницы перевезли куда-то там дальше в область, отправили. А эту больницу переделывают сейчас, то есть уже, типа, ну, доделывают, скажем так, именно под больных, скажем так, коронавирусом, которых будут привозить из Москвы. То есть это от Москвы там порядка 100 километров, плюс-минус, я точно не помню. Но просто реально людей из Талдома, которые привыкли всю жизнь, которые лечились в этой больнице, их просто берут так, пффф. Ой, езжайте куда-нибудь хер знает куда, там в область, а вот москвичей мы повезем сюда, ты че, они же молодцы. Ну, как бы, нет, я, конечно, ничего против не имею, но, блин, ну, по-моему, это вообще неправильное дерьмо. Это как-то, ну, нехорошо, что ли, неприлично. Если вы выходите, если вы что-то видите, может быть, из окна, снимайте, скидывайте мне, будем обсуждать, будем рассказывать. Ну, и на этом скажу пока. Не вешай нос, пшикай больше пшики, и все будет хорошо. Ну, и все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok